Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы снова выйдем с вами на улице города для того, чтобы предоставить нашим жителям возможность поиграть в короткую игру «Думай, знай, познавай! Супер Блиц!» Маргарита. Маргарита. Анастасия. Анастасия. Итак, я вам задаю вопрос, вы думаете над ответом и оцениваете. Минимум в один балл, максимум в пять баллов. Нужно набрать 20 баллов для того, чтобы получить кубок. Но в любом случае вы получите поощрительные подарки за участие в игре. Первый вопрос. Благодаря особенности этого времени года на протяжении всех месяцев удалось поддерживать дорогу жизни в блокадном Ленинграде во время Великой Отечественной войны. Какое это время года? Дорога жизни. Зима. 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 Уверены? А на сколько уверены? На пять. На пять. И это правильно. Это действительно зима. Дорога жизни поддерживалась во время зимы. Держите пять баллов. Собирайте их. Следующий вопрос. В какое время года, согласно знаменитой русской пословице, принято считать цыплят? Ну, вот цыплята, да, представляете? Когда они рождаются обычно? Весной. Весной, да. Это весной они рождаются. А когда, согласно пословице, принято их считать? Лето. Лето. Не знаю, лето. 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 Уверена. А на сколько уверены? На два. На два. К сожалению, это неправильно. Правильный ответ. Цыплят по осени считают. Такова старая русская пословица. Почему по осени? Потому что они должны вырасти, эти цыплята, превратиться в таких матерых курочек. И вот после этого их считают. Третий вопрос. Как мы называем собак особой группы пород, которые оказывают людям практическую помощь в караульной, ездовой, разыскной, пастушьей и других служб? Как эти собаки называются? Вот есть декоративные собаки. Служебные. Ну, вы можете между собой совещаться. Служебные. Ну, да. Служебные. Служебные. А на сколько вы уверены? Ну, на... Четыре. Четыре. На четыре. И это правильно. Это действительно служебные собаки. Ваши четыре балла. Четвертый вопрос. Вы слышали такую фразу, как в аптеке? Нет? Не, не слышали. Так вот, вопрос. Что стоит понимать под фразой, как в аптеке? Ну, то есть, хорошо все. Все хорошо, как в аптеке. А вот лекарства, дозировки там делают. Дозировки лекарств. Вот, например, представьте, да, что в составе какого-то лекарства входят разные ингредиенты. Их нужно точно выверить. Вы же не можете на глаз насыпать этих ингредиентов, чтобы получился какой-то готовый продукт. Ну, так и что? Что стоит понимать? Что это у нас происходит? Мы как насыпаем? Вот если все до миллиграмма. На глаз. На глаз. На прицепте. На прицепте. Не знаю. Итак, ну, называю правильный ответ. Правильный ответ – это точно безошибочно. Фраза звучит так – точно, как в аптеке. Пятый вопрос. О каких родственниках говорят «седьмая вода на киселе»? Когда они прям трое-юродные, четыре-юродные. Ага. Понятно. Насколько вы уверены? На три балла. За три? На три. Правильно фраза звучит. «Седьмая вода на киселе». И эту фразу мы говорим о дальних родственниках. Но вы правильно определили. Поэтому три балла ваши. Ну что, пять вопросов я вам задал. Пожалуйста, покажите свои баллы. К сожалению, не хватает у нас 12 баллов всего-навсего. А нам нужно было 20. Но в любом случае, за участие в игре. Думай, знай, познавай, Супер Блиц, который выйдет на телекомпании. Видно это вы. Вы получаете вот такие браслеты. Пожалуйста. Девчонки, спасибо вам за участие. Надеюсь, вам понравилось. Буду рад, если вы еще разок поучаствуете в нашей игре. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова